а привет друзья вы смотрите канал боевые ботаники и мы продолжаем начатую недавно тему про самозащиту подручными средствами и сегодня у нас то что в крафт мага называется щиты егор привет что такое щиты щиты это все что мы можем поставить перед собой для того чтобы защититься от удара то есть это пассивная самозащита без контратаки мы всегда контратаковым руками ногами чем попало этими предметами мы тоже будем атаковать но опять же это в меньшей степени атакующий предмет в большей степени защищающийся категории щиты это самая первая категория по которой который начинает изучаться студентов на первом уровне они начинают изучать подручные средства которые попадают под эту категорию в первую очередь это конечно на сумки рюкзаки потому что это больше находится с нами во вторую очередь это стулья потому что часто кафе еще что то еще что то те места где эти предметы есть все начнем сумки рюкзаки я считал что рюкзак это такой вообще предмет терпилы потому что он тебя висит на спине есть ничего не сделаешь то во первых можно легко обворовать что-то расстегнуть вытащить и все во вторых просто как мы в выпуске про детскую самооборону показывали зале так дернуть и ты свалишься над рюкзаком человек очень легко упадет то есть рюкзак это вообще отстой я никогда не носил рюкзаки и считаю что это очень неудобно и глупо и нелепо ты смотришься как какой-то гребаный турист я рюкзака хейтер когда женя во времена былой молодости ходил на тренировки у него как минимум два-три раза в неделю была с собой спортивная сумка да а это та же категория сумки и рюкзаки то есть то что есть на вас в нем есть предметы и то чем может защититься на может из рюкзака ничего не достать и ты связан вот а сумка вот она под рукой опять же вспоминаю детскую самооборону мы говорили о том что рюкзак для нас как бы и друг и враг потому что цитаты великих если мы говорим про рюкзаки и сумки чтобы начать эффективно защищаться мы должны очень быстро наш рюкзак чтобы оказался у нас в руках где-то перед собой для того чтобы можно было эффективно защищаться но и конечно же пытаться как-то атаковать и в зависимости того как вы носите рюкзаки на одной лямки на 2 это будет либо быстрее либо дольше но это это требует навыка идея простая если конечно я шел с рюкзаком в двух руках у меня пошла какая-то атака я защищаюсь без него но как только я защитился я разорвал дистанцию потому что противников может быть больше либо здесь там не было какого-то нокаута дата моему ударил луки спорта же то есть ты умеешь прекрасно сейчас руками ногами но если у тебя есть рюкзак но грех не ударить рюкзаком психологически мне проще поставить что-то между собой и предметы в меня летящим палка нож нога рука чем это делать здесь с голыми руками голыми ногами это даже проще с точки зрения психологии мы это все знаем что на поясе у егора два ножа и пистолет поэтому при рюкзак эти баечки мы остались на другом если мы вспомним предыдущий выпуск про палку где мы блокировали палкой руки ноги дальше от себя вся та же самая идея у нас и с сумкой мы должны держать ее уверенно в двух руках в зависимости от того насколько он тяжелый насколько он наполнен защита будет конечно же эффективнее если он у нас будет полупустой то будет все это меньше или в размере мы это поделаем с разными сумками идея вся та же самая ну давай например начнем с ноги мы должны поставить блок это удар должен быть я не хочу встать с предметом так чтобы выбили мне это вместе с рюкзаком и зубами ногой все вверх я бью в конечность и после этого я атакую либо рюкзаком либо после этого я буду атаковать ногами и рюкзаком то что руки просто заняты то же самое да с ударом руками круговые удары где мы подразумеваем нож и вот здесь сейчас если мы вспомним про наши защиты от ударов ножом мы не хотим сделать блок и сюда вернуться мы делаем блок делаем одновременные контратаки и постоянно давим и мы говорим про то что это серийная серийная так я не хочу сделать просто блок и остаться здесь потому что я его не ударил ничего не сделал я хочу уменьшать его замах поэтому как минимум одно из базовых упражнений где мы учимся противоставлять предметы ударом ножом доделал атаку я там я давлю на него постоянно чтобы не привыкать дело так вам и остался на месте я хочу свое движение противоставлять ему потому что мне вот так защищаться гораздо сложнее чем я давлю на него и уже в это движение я вставляю атаки ногами то есть я давлю туда и атакую уже не без бандажа поэтому я его в пах не бью на всякий случай атакую ногами либо двигает атакую предметом вот сейчас давайте начнем с ног тени убирает либо крафтбол либо лапа и женя спокойно уже в известной манере кикбоксера набора без ножа пока бросает удары руками ногами одиночные дистанции 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 разорви еще дистанцию для него это каждый раз было преодоление этой дистанции меняемся надо же мстить правильно смотри вот вы начинаете сразу что нет я я я даю ему упражнение я бью я бью я бью донзу вот сюда контратаковать сразу да контратаковать контратаковать я на него работаю а а вот сразу так сейчас я ему куда-нибудь там самое главное помню всегда это дистанция вот сейчас был не очень хорошо просто так с места с коленом очень бы идем вперед мы бьем мы бьем предметом в ногу тогда это будет эффективно хорошо мы берем теперь сумки что мы делаем я бросаю жене сумку следующий происходит я бросаю шаг удар потом ты мне делаешь то же самое бросил шаг куда что было пара я как по разному буду хватать это то как мы на стрессе окажется схватил защитился все то же самое держи рюкзаком ну и насколько безопасен уже с такой штукой перед собой чем без нее нет смотри вот все хорошо кроме движения назад он делать второй шаг и второй удар он все только увеличивает а у тебя нет ничего да то есть мы двигаемся туда доделает то есть ты делаешь ты делаешь так и все и он тебя ну догонит потому что я во-первых упаду и я хочу сюда работать куда я хочу идти на него чтобы атаковать я хочу двигаться теперь мы усложняем сейчас же вы все комфортно делали как мячик перебрасывали то есть мы какую-то задаем траекторию рюкзаку ничего себе швырнул а можно было так все сделать вопрос именно траектории до чтобы это было неудобно вещь до пришлось перехватывать и взял не очень там комфортно как как обычно то есть мы усложняем именно и удар до ну и теперь давайте мы говорим про нож идея простая мы должны давить вот сейчас то о чем я говорил мы сейчас убираем удобно убираем фазу контратаки потому что как только человек начинает бить он либо останавливается либо вот-вот я этого не хочу я хочу при атаках двигаться туда потому что если эта траектория будет она будет плюс-минус вот вот эти 90 градусов не понял что значит ну то есть ты более менее интуитивно будешь бить примерно вот на эти 90 градусов здесь то есть человека того еще не будет делать так как-то второй удар либо еще что-то потому что он зациклен на это это будут плюс-минус вот вот это это даже не будет и задача простая да я блокирую я иду на него туда двигаюсь то есть я не останавливаюсь и не 5 назад потому что если опять он меня убьет моя задача шаг удар ножом то есть вот твоя твоя задача дом не пытаться ничего повторять ты не замираешь здесь это нереально то есть ты делаешь серию а так и как раз это задача и демонстрация того почему я не должен остаться на месте давайте сейчас я вот буду делать ошибку я буду оставаться на месте да то здесь и когда-то он поменяет потому что сделаю удар оставь нож здесь в рюкзаке ударь бам забирай руку обратно на замах и вот все это время у него есть возможность замахиваться и поэтому он два-три раза ударит защиту он поешь что там не достигается и насколько это поменяет траекторию и как раз моя задача чтобы делать ударил он и его рука двигается назад и я там то есть я должен уменьшать каждый раз по возможности максимально фазовую замаха то есть это самое простое подставил иди бей ногами то есть подставил иди и фигач ногой чуть более специфическая вещь когда я делаю так то есть я защитился содрал пальчик смотри в чем проблема мы привыкаем работать из-за того что нет качественной атаки вот на таких дистанциях я бью сумку замри в реальности я буду хотеть идти дальше человек привыкает уже дистанции это будет здесь это уже будут не очень хорошие не очень качественные защиты каждый раз я думаю про то чтобы идти туда и ты уже подстраиваешься лишь насколько ниже это все было банда а там что-то что-то лежит то же самое но с давлением то есть я буду делать серию а так дави 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 вылетает и не надо делать так ты можешь не успеть с той же частотой поэтому мы ставим щит давим туда и думай про возможность удара ногой дави дави давить шаг удар шаг удар шаг удар шаг удар шаг удар конечно не будет длиться 35 метров там если удар достигнет цели дави 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 давить вот это тоже какие-то нелепые удары когда ты вот так вот тянешь как-то даришь ногой давай покажу давай покажу то есть вот я да да можешь поставить там цей какой то есть вот я бью задние ноги шаг удар шаг удар да нету такого выноса корпуса такой ситуации несколько другие и пяточку не крут то же самое касается сверху на удары сверху и ножом в область груди они проще для меня потому что мне легче здесь защититься вот здесь у меня будут сложности я вообще не вижу что же если он сейчас поменяет руку как-то на удар снизу я этого не увижу я должен быть не здесь а должен быть здесь я должен видеть из-под рюкзака что происходит вот сейчас если он начнет меня там что-то делать я смогу защититься надевай рюкзак ну а мы на одну на одну лямку не можно одну как их носит эти странные создания вот вот толчок ты приготавливаешься я вам сейчас сверху будет я сам думал сверху просто я нож вытащил вот так ну ты как среагировал ну да значит все просто это все просто касательно стульев здесь конечно же есть ряд моментов этот стул был стоящий где-то со стороны и вы очень быстро схватили бы вы на нем сидели ситуация конфликт библиотеки как держать стул стул проще всего держать вот таким образом чтобы это было жестко чтобы было это было надежно и принцип тот же самый я блокирую я не должен быть там он отсюда ударился я в заряженном положении я не хочу он тяжелый конечно же вот такие удары уже не прокатит особенно если это будет что-то более но на меня стул против рюкзака кто сильнее как вы думаете друзья напишите в комментариях я считаю что я с рюкзаком справлюсь против фигура со стулом я думаю про этого не будем мне вот такая мысль родилась ну в общем так как обычно мне кажется что в ситуации где есть стулья вот так вот схватить его кто вот тот кто умеет драться тот опасный он не схватит стул он и так со мной справится чем-нибудь руками ногами а схватит стул кто девушка либо какой-нибудь ботаник дрожащий которого так за эти ручки ты вырвешь этот стул и все поэтому надо понимать что с ним делать для этого надо тренироваться на один из вариантов то есть рима логика как в принципе то что в принципе можно отнести к самозащите вообще крафт мага в частности и в самой маленькой частности с народом сильному не нужно слабому не поможет нет неправильно так еще проще защитил этот хлипкий он развалится вот муть и он развалится ты не хотел бить в мягкий зонтик ногой можешь тоже сейчас так спокойненько понакидывайте я легко мне это я понимаю а я вот так ты не бьешь в меня ты же не знаешь что будешь нет ты можешь конечно ударить не знаю я вижу что у тебя стул да и когда ты будешь атаковать сверху в стул такой я встречу в прыжке я встречу тебя и лишь ты у меня так скажем скорострельность в этом плане она будет чуть выше лучше всего комфортно держать так но он может попасть очень по-разному тоже как вот мы можем там перебрасывать грубо говоря стул как поймал так и защищаешься и если этот вариант какой-то неудобный ненадежный или тяжелый тогда я конечно должен хоть как-то там защититься и перехватывать удобнее так как надо делали на голову разбивать стулья тоже красиво наверное но сложно это надо быть очень сильным чтобы ну и долго человек уже сзади по спине может быть и будет там могут скажи еще раз главное в лицо аккуратно не тыкни ему туда то будет у нас минус один глаз на все рука не надо дай рукой туда рукой ему отпустил ударила туда и бежать а Женя будет защищаться этим стулом вот и все фокусов то потом можно придумать очень много ты бьешь ногой и все и вот здесь самая большая проблема то что вы циклитесь нафига тебе сейчас стул да ты в стоне конечно и теперь это моя абуза проблема схватили это не отпустите и бейте сейчас кратко поговорим о том как быстро сделать так чтобы стул казался у вас в руках если вы здесь если вы сидите мы же все смотрели выпуск про скобарей и помним эту технику не я не гадни так под балалаечку до 100 кто будь на таз Но я, честно говоря, его не смотрел Ты в другом этом, да, был? В зависимости от того, какой стул Тяжелый, не тяжелый Это вообще так не вытащим То есть я могу оказаться просто сразу за стулом То есть я вставаю, буду уходить за него Чтобы получать какую-то еще дистанцию Если это есть возможность И вооружаться Если это табуретки Условные Ее легко вот отсюда доставать Стулу тяжело, потому что можно там зацепиться длинные Табуретка легко достается Идея в том, что я могу оказываться здесь Вооружаясь на той же дистанции С одной стороны Либо с другой Либо я ухожу назад за стул И вооружаясь, получая чуть больше дистанции Вот это Значит, у меня проблемы Блин, короче, все, я не могу больше терпеть Вот теперь я на 300% уверен, что вот уже эта вот техника Как-то вставать, блин, со стула Это только вот для тупорылых горилл, телков Которые вот кого-то охраняют Для нормальных задача должна быть Получать хорошее образование, зарабатывать деньги И нанимать этих горилл, которые пусть целыми днями С зонтиками трянуются, со стулями С ножами, с пестиками Ну это же фриковство Зачем, Женя, телохранители горело Если в его мире все безопасно? Зачем? Не, ну для тех фриков, которые считают, что вокруг опасность Ну правда, ну Ну серьезно Тонироваться Вставать со стула И хватать его Фехтовать еще Нет, это вопрос Самозащиты в том же баре Слушай, а вот вы Тонируетесь пьяными? Потому что это на самом деле Более распространенная ситуация Потому что конфликт в кафе В ресторане, скорее всего Прозовет, когда ты подвыпил Более того Прийти в ресторан и не выпить Это странно Соответственно, какой смысл Тренироваться трезво? Тогда надо на разных стадиях, да? Нет, но это гораздо более жизненная ситуация Официанту не понравились чаевые Я пьяный не тренировался Отрабатываешь трезвым И она пьяная уже потом идет Еще лучше Еще лучше Ну не страшно, да Вот Касательно щитов Это стулья основное И это сумки Самое-самое такое Глобальное Но опять же, да Стул можно отнести и там К палке и к щиту Так же, как и там В следующем выпуске Когда мы будем рассматривать Другие мелкие всякие предметы Что мне нравится Что все-таки в крафтмагах Какие-то общие принципы И структура прослеживается Что голыми руками Вот то, что мы снимали Многие выпуски Все ведь в принципе Очень похоже Одно и то же Да, подставляешь там Контратакуешь, давишь И все Что у тебя в руках бы не было Поэтому это и есть система Только это никому не пригодится Никогда И не нужно И слава богу И глупо тратить на это Лучшие годы своей жизни Поэтому от этого надо получать удовольствие Янис, а ты можешь поставить Камеру на штатив Я хочу задать тебе вопрос в кадре Янис, вот ты Вот я Ты Янис Человек за кадром Который все вот это видит Гораздо больше, чем все мы Потому что я вижу это один раз Но иногда я еще смотрю итоговый выпуск Ты это видишь еще на монтаже Очень много-много Видишь все И самообороны И спорты Вот как ты считаешь То, что сегодня показывали Это фриковство Или нет Ты бы стал тратить на это Свою жизнь Хотя бы Хотя бы Два часа в неделю Я безусловно Не стал бы тратить на это Два часа в неделю Спасибо, Янис Я собственно и не тратил Всем пока Но безусловно У тех, кто на это тратит время Больше шансов защитить себя От каких-то ситуаций Ну, в котором сегодня Егор показывал Как готовиться И самое главное Что сказал Егор От этого надо получать удовольствие Вот это самое главное Опиши нормального человека Который тренируется Защищаться стулом И зонтиком Я не настолько глубоко Вникал в эту тему Я сказал нормально Представлять себе Нормального человека Ты можешь это представить? Который защищается стулом? Да Да, да, легко Который тренируется этому Легко Ну, какой-нибудь программер-ботаник Который вот хочет себя защищать Я согласен, что Вполне вероятно Что он Свои шансы защититься Повышает ненамного Этот ботаник Но если ему это по кайфу Ну, так ты правильно Вещи говоришь Что если этим заниматься Просто у тебя Такие извращенные удовольствия У каждого из нас Они свои Кому-то просто нравится Тренироваться Защищаться стулом Но мы говорим О тех людях Которые эти Серьезно думают Что это им пригодится Ну Что нужно сказать? Как прокомментировать? Ну да Кто-то думает Это может не пригодиться Кто-то думает Друзья мои Мне кажется Янис не сможет Стать моим преемником Потому что он Любит сглаживать углы А в этой передаче Это не принц Он станет преемником Да, Егора Все На этом, друзья Спасибо Кто прав Кто не прав Пишите все Что думаете по этому поводу Ставьте лайки Ставьте дизлайки И подписывайтесь Подписывайтесь на инстаграм И На мой И пишите вопросы Женя все равно На них не отвечает Три ответа Кто хочет этим заниматься Ссылка на Крафтмага Санкт-Петербургский центр Крафтмага Егор Чудиновского В описании этого видео Всем спасибо Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Наш инстаграм Пока Это какой-то квартал Красных фонарей Такая сумочка Если вы любите единоборство И боевое искусство Подпишитесь на канал И нажмите на колокольчик Чтобы не пропустить новые выпуски Советую вам посмотреть И другие наши видео В описании этого ролика На ютубе Вы найдете ссылки На лучшие плейлисты Боевых ботаников И другую полезную информацию А эксклюзивные кадры Со съемок И закулисная жизнь Ведущих канала Только в нашем инстаграме Продолжение следует...